МИД Азербайджана обвинил Армению в новой провокации пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдулаева прокомментировала отмену встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мерзояном. Перед началом 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сопредседатели минской группы выступили с предложением провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Известно, что Азербайджан всегда выступает за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже министр иностранных дел Азербайджана довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период, сказала Лейла Абдулаева. По словам официального представителя МИД Азербайджана, за несколько часов до намеченной на 3 декабря встречи произошла провокация армянской стороны. Появилась информация о незаконном посещении армянскими депутатами территории Азербайджанской республики. Таким образом, азербайджанская сторона в ответ на эту провокацию Армении не сочла целесообразным проведением в Стокгольме встречи министров двух стран, сказала Лейла Абдулаева. Она добавила, что, несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Данная позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе, заключила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны. Армения целенаправленно нагнетает ситуацию, не заинтересована в процессе делимитации Азербайджана армянской границы, говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Азербайджана. Так, незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, и проведение там военных собраний, сосредоточения около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении на дороге к позициям азербайджанской армии в Лачине, а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии показывает, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию, говорится в заявлении. Все это показывает, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркнем, что напряженность в регионе, еще одна военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении, говорится в заявлении. Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского Минобороны, в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских воскресенья на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненые, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщила во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства минометы воскресенья Армении.